Здравствуйте! Сегодня пришла новость, которая, вероятнее всего, очень сильно обрадует окружение Александра Лукашенко и станет очень неприятным сюрпризом, если уже не стало, для части политических активистов в эмигрантских, скажем так, группах, либо в эмигрантских центрах. Итак, речь идет о том, что Европейский Союз, точнее суд Европейского Союза в Люксембурге снял санкции с открытого акционерного общества Белшин. В обосновании решений говорится, что санкции были введены, потому что Белшина якобы являлась спонсором белорусского режима, но само предприятие было убыточным в предыдущие годы и, соответственно, спонсором быть никак не могло. Но показательно то, что перед этим в аналогичную, в эту же самую инстанцию обращались и часть, скажем так, физических лиц, то есть ректора вузов белорусских, и МАС, и БЕЛАС, и Химволокно, и Гродноазот, еще там несколько предприятий, кроме, разве что, Беларуськали, если не ошибаюсь, но получали отказ, в том числе предприятия убыточные. И сейчас вдруг решение совсем иное. То есть, соответственно, можно говорить о том, что во время процесса что-то пошло не так. Что могло пойти не так, и почему могло быть принято решение? Ну, судебное заседание, рассмотрение дела в суде всегда, ну, скажем, к соревнованию двух сторон, где каждая из них представляет свои доказательства. И в данном случае либо юрист, который представлял Белшину, сработал очень хорошо, либо, может быть, и параллельно с этим, а не доработал представитель Еврокомиссии. Потому что он мог просто не предоставить нужных доказательств, либо, скажем так, путаться в ответах на вопросы. И, соответственно, суд, даже без политического давления на него, принимает решение такое, какое оно есть, что Белшина сейчас не под ксамцами. Ну, и, соответственно, она буквально вот после вступления в силу решения суда получает возможность спокойно торговать с Европейским Союзом, покупать оборудование и так далее. Почему? Ну, потому что решения данного суда, во-первых, их невозможно оспорить, а, во-вторых, они обязательны для выполнения всеми государственными членами Европейского Союза. Это база, это основа существования Европейского Союза, потому что суд появился еще в момент появления Союза Угля и Стали, если я не ошибаюсь. Поэтому, одна исторических институций, одним словом. Поэтому в данном случае, да, это важная вещь, и эта институция, она имеет право рассматривать законность решения Европейского Центрального Банка, Евросовета и Еврокомиссии. То есть как раз то, что мы имеем в данном случае. В то же самое время, я бы назвал данный трек политическим и выгодным для одного процесса. Этот процесс называется торг с Лукашенко. Потому что в случае, когда твоя политика влияния не дает нужного эффекта, необходимо эту политику менять. Но, как правило, когда речь идет о вопросах демократии, о санкциях и так далее, требуется определенный шаг с другой стороны. Либо определенный компромисс, даже минимальный. То есть типичный пример приведу в Венесуэлу. Где, помните, я не раз в своих видео проводил аналогии с Белоруссией, причем позиции венесуэльской позиции были значительно более мощные, чем позиции Светланы Тихановской. Я напомню, что господин Гойдо, он признавался, реально признавался, исполняющим обязанности президента Венесуэлы, вплоть до того, что в его распоряжении, в распоряжении его сформированных им органов, передавалось управление частью внешнеэкономических активов Венесуэлы. Ну, в частности, это доходы от ценных бумаг государства Венесуэла, размещенных в части государства Европейского Союза в Соединенных Штатах Америки. То есть там люди получали еще условно свои же деньги. Точнее, деньги своего же государства на свою же политическую деятельность. Но политика давления пришла к тупику. Ну, точнее, не столько к тупику начали входить другие силы, которые были невыгодны, в том числе США и Европейскому Союзу. И появилась необходимость в нефти. Начали искать компромисс и нашли. А господин Мадуро, которого, кстати, его признают президент Венесуэлы, но это не помешало заключать, условно говоря, такие соглашения с ними и с его окружением. Он соглашается провести, кстати, в 2024 году выборы, на которые допустить оппозицию. Правда, какую оппозицию они не утащили. А в ответ на это идет режим переостановки санкций. Но с точки зрения Соединенных Штатов Америки, для которых кейс Венесуэлы, проблема Венесуэлы является ключевой, тут есть механизм, как сыграть. Потому что в США есть такой механизм к санкционным спискам, как General License. То есть это документ, приостанавливающий действия санкций на определенное время в отношении одного либо нескольких предприятий, либо физических лиц. Это подзаконный акт. То есть, еще раз, принимается закон, выпускается президентом и главой казначейства Executive Order, то есть включение в санкционный список, все есть. А потом выпускается, ну, фактически казначейством, да, за подписью руководства, ну, де-факто обычным клерком, документ под названием General License, который выводит на 6 месяцев, на 12 месяцев, на 3 месяца определенные кампании либо определенные сделки из-под действия санкций. И все это работает. В Европейском Союзе система несколько иная. И в вопросе Беларуси более заинтересована Европейский Союз. Решение по санкциям, как и по отмене санкций, принимается в Раконисе. Консенсусом всех государств участия. То есть ввести ввели, но с вводом, например, новых санкций, я напомню, были проблемы, да несколько государств просто не голосовали, точнее, голосовали против. А теперь представим, что стоит вопрос об отмене, об обмен на что-то. И далеко ходить не надо. Берем даже Литовскую республику. Будет ли она голосовать за отмену санкций, ну, даже после внезапной смены власти? Я думаю, что будет, но после того, как не просто произойдет смена власти, а пройдет определенное время, будет видно, есть ли реализация литовских интересов на территории Беларуси. Тупик, господа. То есть получают санкции в мире, а торговаться за отмену сложно. И тут появляется вот такой кейс. Достаточно интересно. Причем этот кейс появляется не на пустом месте. Вопрос еще времени. Он появляется, когда всерьез начинают обсуждать, а можно ли с Лукашенко, например, поторговаться за политических осужденных. И стоит ли Лукашенко дергать с точки зрения еще большего дистанцирования, точнее, не дистанцирования вообще от российско-украинского имени? То есть напомню, что российских войск сейчас в Беларуси крайне мало, и ударной группировки нет. То есть стоит ли немножко поднажать, чтобы Лукашенко еще дальше отберился? Ну и плюс еще сюда же стоит напомнить, что есть фактор Китая, который тоже входит, активизировался на территориях Беларуси. Кстати, то же самое, что с Венесуэлл. Соответственно, и тут на этом фоне появляется такое решение. Оно может быть спонтанным, оно может быть случайностью, сразу скажу. Оно может быть просто пробным камушком, чтобы посмотреть, сделают ли в ответ что-то Минск. Кстати, тоже. Просто, как говорится, жесть доброй воли. Потому что Белшина действительно не является ключевым фигурантом санкционных списков. Ну просто взять достаточно незначимо и посмотреть. Но, с другой стороны, большое, чтобы было заметно. Это может быть реализация части договоренности о каких-то политических сигналах. Об этом можно будет увидеть в неожиданных решениях или заявлениях Лукашенко. Либо началом торга за кого-то исполит заключенный. Но тогда на протяжении нескольких недель, либо парочки месяцев должно, по идее, последовать помилование, либо выход на волю по другим причинам кого-то исполит заключенный. Если это так, тогда Турк продолжится. Вопрос только в том, как быстро он продолжится и какие ограничения. Ну, во-первых, стоит заметить, что Белшина вошла под санкции в 21-м году. То есть до начала, до 22-го года, до нападения с территории Беларуси России на Украину. До февраля 22-го года. Соответственно, пока что речь идет о так называемых санкциях за демократию, а не о санкциях за войну, если говорить просто простым языком. И вот то, что было введено до 22-го года, это как раз-таки поле для игры, либо поле для Турка. В случае, если такой Турк начнется. И тогда, да, тогда могут быть либо политические какие-то шаги, либо судьба политзапрещенных поставлена на карту. Но почему я говорю, что быстро это не произойдет? Ну, во-первых, быстро сдавать свои позиции ни одна из сторон не будет. При этом, потому что вопрос решения суда, он достаточно удобен, потому что никто из европейских политиков не говорит, что мы идем на контакт с Лукашенко говорить. То есть они говорят, да, мы критикуем, это диктатор и так далее, но ему руку не пожмем. Но, тем не менее, происходит нужный, необходимый процесс. Политики ни при чем. То есть их имидж не страдает. В аналогичной ситуации Лукашенко. То есть если есть договоренность, он не может буквально на завтра сделать свой шаг. Он тоже должен показать, что что-то случилось случайно, как говорится. Ну, такая вот детская игра взрослых людей. Это первое. Поэтому есть определенный временной лаг. Второе. Если это действительно какой-то торг, то, с одной стороны, кладется, условно говоря, на одну чашу весу санкционный пакет по отношению того или иного предприятия, либо того или иного физического лица. С другой стороны, тоже что-то, какое-то свое предложение. И до момента, пока эти предложения не уравновесились, то есть пока цена покупателя, который готов выложить покупатель, не совпадает с ценой, который готов и хочет получить продавец, ничего не происходит. Если договорились, тогда происходит. Второе. Судебные механизмы, они достаточно небыстрые. То есть в данном случае, если оценивать, что поставлено на карту, если поставлено сейчас, я бы просто взял и посмотрел текущие дела, которые находятся на рассмотрении в этом суде. То есть текущие дела белорусского санкционного кейса. Вот если это есть, тогда вот это будет объектом. Второе. Ежели такое происходит, то, ну, естественно, вопрос, что дальше. Потому что часть предприятий в суде уже проиграли. И я напомню, что решение является окончательным. Да. В суде, когда иностранные компании судятся, оспаривают законы с решением Европейской комиссии либо Евросовета в отношении санкций. Но у суда есть еще один набор полномочий. Значит, они распадывают споры между Еврокомиссией и государственными членами. И толкуют право по запросу национальных судов. То есть в данном случае может быть вариант даже возврата МАЗа и так далее. Если есть условный адвокат на территории Европейского Союза государства, который решает, что санкционный механизм вредит национальным интересам данного государства. Ну, санкционный механизм в отношении того или иного предприятия. Что вот оно, ну, критично вот сегодня необходимо с ним работать. И это попытка рассмотреть тот же самый вопрос, но, говорится, заходя в блок. При наличии политической воли рассмотрение будет. Ну, а дальше, как я уже сказал, вопрос, как сработают юристы. То есть сойти на юрист может работать очень плохо. Это, кстати, сюда же можно отнести и вопрос, а может ли белорусская оппозиция воздействовать на решение суда. Напрямую нет, потому что суд считается независимым. Но действия белорусской оппозиции могут войти в процесс, как участники процесса, там свидетели и так далее, но лишь по приглашению одной из сторон. Либо истца, либо ответчик. Истец не будет заинтересован, чтобы не входили. Ответчик может попросить их выступить, так далее, поддержку своей позиции с какими-то аргументами, с какими-то доказательствами. Может, но не обязан. Соответственно, юрист, который будет представлять, либо группа юриста, которая будет представлять Еврокомиссию в суде, они могут вызвать условно-то молотушку либо техноску, а могут посчитать, что это не так важно. И вот тут как раз-таки камушек для тех, кто будет пытаться эти санкции сохранить и не допустить такого торга, это пытаться войти в процесс. Камушек, либо аргумент для тех, кто будет выступать за такой торг, либо для окружения Лукашенко, это, с одной стороны, тоже следить за кодом рассмотрения дел и искать государство партнеров, которые могут выступить таким адвокатом, если они еще не выступали. Но в любом случае мы имеем алгоритм, который не работал и не подсвечивался как алгоритм, но всю предыдущую историю санкционного давления. Сейчас он есть. И вполне возможно, он будет использоваться. Ну да, алгоритм достаточно гибридный, как говорится, тоже фланговый обход, условно говоря, но какие времена, такие действия. Возникает еще один вопрос дополнительный, а что с точки зрения политического позиционирования и участия, либо не участия Беларуси в войне против Украины, то есть в российской политической войне. Тут тоже интересно, потому что те предприятия, в отношении которых были введены санкции условно из-за войны, либо сотрудничество с российской военкой, либо с российской экономикой, они могут быть поставлены перед выбором. То же самое обжалованы, только в несколько другом формате. То есть те предприятия будут, например, доказаны, что они не работают с российским ОПК. И в случае, если нет, тогда решение незаконно, если в решении написано, что за сотрудничество с российской оборонкой. Снова-таки вопрос, доказательный баз. С другой стороны, если последуют такие решения, то это еще более интересный кейс, потому что в данном случае это ставит даже белорусские бизнесы, как государственные, так и не государственные, на определенную растяжку. Ты можешь работать с Россией и работаешь с Россией, но не работаешь с Европой. Либо ты работаешь только с Европой и с нормальными странами, не работая со страной, которая любит нападать на никаких. Забавно, правда? Тоже такой себе, как политический, точно такой же и экономический, назовем так, водораздел или точка выбора. Для каждого отдельного бизнесмена управляется. Да и для политика Минска, если речь идет о государственных предприятиях. Забавно. Ну и такой механизм, кстати, тоже может быть использован. Но не в чистую, то есть просто мы давайте так обсудим. Нет, скорее всего, если дойдет до него, то да, это будет дополнительно только в каких-то политических трансформациях, либо в политических шагах официально. Ну, одним словом, вот такой вот интересный узелок забезался. И за ним надо будет наблюдать. На сим у меня все. Видео понравилось лайкать, расшаривать, комментировать. Подписывайтесь на мой канал. Поддерживайте подписку на Патреоне. Поддерживайтесь спонсорством на Ютубе. Главное, что говорю в конце каждого видео, не верьте ни одному и моему суть. То есть каждый тезис, каждый парк, необходимо проверять или перепроверять. Потому что человек называется человеком разумным тогда и только тогда, когда он может прийти к собственным выводам, думать в своей голове. Соответственно, как в отношении меня, так и в отношении других лиц. Вы можете соглашаться, либо не соглашаться со спикером или, условно говоря, с головой в телевизоре. Но верить на слово, это означает лишать себя права решать за себя и думать в своей голове. А вот это худшее, что может произойти с человеком разумным. Я же, наоборот, желаю своей аудитории успеха, развития, умения решать за себя. Это значит умение думать. И посему, еще раз прошу, не верьте ни одному и моему слову. Вы можете соглашаться, либо не соглашаться. Верить не стоит. В остальном, радости, счастья, удачи, мирного неба вам, Николай. Всего вам наилучшего. Продолжение следует...